Так не пойдет господин Радоган. Председатель Европарламента Мартин Шульц в интервью немецкой Бильд раскритиковал манеру поведения Радогана. Один из лидеров европейской демократии буквально угрожал президенту Турции. Сильнее всего Радогану досталось за выходки последних дней. Накануне лидер Анкары вызвал немецкого посла из-за шуточной песни в свой адрес. Помните, немецкие юмористы выпустили ролик, в котором смеяли турецкого президента. Шульц жестко заявил, свобода слова существует для всех, и Брюссель не потерпит подобных поступков. Тем более от президента другой страны. Мы не можем молчать о нарушениях основных прав в Турции только потому, что мы вместе решаем проблему беженцев. Наоборот, мы должны осудить эти нарушения и постоянно обсуждать вопросы прав человека и свободы слова в Турции. И всю страну, где президент публично оскорбил дипломатов, потому что они просто наблюдают за процессом, нужно осудить. В беседе с журналистами Шульц заявил, Брюссель не позволит Анкаре диктовать свои условия по вопросам беженцев. Но более того, Турция будет вынуждена смириться с тем, что Германия и Евроальянс будут настаивать на соблюдении требований по возврату мигрантов из Европы в Турцию. И никаких дополнительных льгот для Анкары в связи с этим соглашением даже не будет. Безвизовый въезд в Европу турки, если получат когда-нибудь, то на общих условиях. Под конец беседы Шульц и вовсе дал понять, если Эрдоган не способен разговаривать с Брюсселем в принципе, то и Европа не будет с ним говорить. Недопустимо, что президент другой страны требует, чтобы мы ограничили демократические права жителей Германии лишь потому, что он чувствует себя карикатурно. Где бы мы были в таком случае, это абсолютно несостоятельная позиция для делового человека. Мы должны дать понять Эрдогану, в нашей стране есть демократия. Конец. И еще по проблеме беженцев мы сотрудничаем с целым рядом стран, которые нельзя назвать идеалом демократии. И мы приходим к выводу, что у нас есть договор не с господином Эрдоганом, а с Турецкой Республикой. Мы вели переговоры с правительством премьер-министра Давутаглу.